Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас сегодня на выставке Государственного музея заповедника Сергея Александровича Есенина. Сергей Есенин, я расскажу про свою тебе жизнь, которая открылась в Магаданском областном краеведческом музее. Выставка начинается с показа работ рязанских художников, которые передают красоту родины Сергея Есенина, села Константинова. Вы видите здесь красивые бугры, с которых открывается вид на заливные луга реки Аки, на сосновый бор, который стоит на самом горизонте, на отражение в воде неба, потому что Ака тоже была тесно связана с творчеством Сергея Есенина. Он неоднократно пишет о ней в своих стихотворениях. Тихо струится река серебристая и многие другие. Константинова разных времен года можно увидеть на полотнах рязанских художников, можно увидеть, как выглядело наше село в тот момент, когда здесь появится на свет будущий великий русский поэт Сергей Александрович Есенин. Константинова располагается на высоком берегу реки Аки. Это хорошо видно на работе художника Якушевского. Стоит церковь, и длинные вереницы располагаются вдоль линии села дома крестьянских жителей. Вот в одном из таких домов семьи Есениных и появится на свет 3 октября 1895 года Сергей Александрович Есенин. Его родителями были супруги Есенина, Татьяна Федоровна и Александр Никитич. В настоящий момент их можно увидеть на фотографии. Александр Никитич работал с раннего детства в Москве в местной лавке купца Крылова. В Константинова приезжал нечасто, в основном в отпуск. В один из таких приездов он познакомится с Татьяной Федоровной, девичестве Титовой. Свадьбу быстро сыграют, и Татьяна Федоровна перейдет жить в дом к своей свекрови. Именно в этом, тогда еще старом дедовском двухэтажном доме, родится будущий великий русский поэт. В настоящий момент память о нем сохраняется только на графическом изображении дома, выполненном художницей Лидией Милеевой. Так как вскоре и мать поэта будет вынуждена отправиться на заработки, воспитанием внука занимается дед Федор Андреевич Титов. Впоследствии именно с его именем Есенин будет связывать свое образование. Он говорил о том, что дедушка учил его читать по церковным книгам, прививал к культуру русской литературы. Именно ему поэт впоследствии будет неоднократно посвящать поэтические строки. Одним из крупных произведений, посвященных дедушке, так и будет названо «Письмо деду». Маленькая поэма, представленная в экспозиции. На наш взгляд, было очень важно показать вещи из Константиновского дома, как часть духовной культуры, в которой воспитывался поэт. На выставке представлено полотенце, принадлежавшее отцу Сергея Есейна Александру Никитичу, где вышито его имя, варежки, принадлежавшие Татьяне Федоровне, и шаль, которую она будет носить в последние годы своей жизни уже после гибели своего сына. Также в витрине представлены предметы крестьянского быта, которые бывали практически в каждом Константиновском доме. Это крынка, но в Константиновье она имеет диалектное название «моходка». Такая вот колотушка, прекрасный рубель и такие вот лапти, которые также носили даже в есенинское время. Большинство этих предметов поэт воспевает в своих произведениях, были написаны стихотворения, каждый предмет имеет свой колоритный образ в его творчестве. В Константиновье была сделана и первая известная в настоящий момент фотография Сергея Есейна, на которой он запечатлен в 14-летнем возрасте вместе со своими односельчанами. Ее тоже можно увидеть в экспозиции. Здесь он закончил земскую школу с отличием и похвальным листом. В дальнейшем перешел учиться в город Спасклепике, находившийся неподалеку. И именно там начинается пробуждение его творческих сил. Он сам называл этот период началом сознательного творчества. Его можно увидеть на фотографии вместе с другом. И рядом с ним лежит и страница из первого, тогда еще рукописного сборника, составленного и подаренного другу поэта. Вы видите стихотворение наступления зимы, которое также будет подписано Есенин Сергей Александрович. Окончание школы приходится на 1912 год. Поэт подготавливает свой рукописный сборник, он называется «Больные думы», готовит его для публикации в Рязани, но, к сожалению, она не состоялась. И поэт уедет в дальнейшем пробовать свои силы в город Москву. Но, тем не менее, практически каждый год он будет возвращаться обратно в Константиново. И это место будет его местом вдохновения, творческой энергии и местом, где он напишет одни из лучших своих произведений, включая «Отговорила роща золотая» и многие другие. Как я уже говорила, Сергей Есенин очень часто возвращался в Константиново, старался бывать здесь по костную пору, приезжать по возможности и несколько раз в год. Именно поэтому, для того, чтобы представить его родину и показать место его вдохновения, мы собрали целый ряд полотен разных авторов для того, чтобы создать впечатление того, как выглядела и выглядит родина поэта. На картине Титова вы видите улицу нашего села, таким, какой она была в середине прошлого века. Это небольшие домики, покрытые соломой. Широкая улица, которая пролегала на несколько километров, где жил Сергей Есенин. Улица тянулась вдоль берега реки Айки, спускавшаяся буграми непосредственно к нашей красивой реке под закатными лучами солнца, придававшая особую атмосферу этого места. Дом, в котором родился поэт, находился в самом центре села Константиново. Он смотрит окнами прямо на церковь Казанской иконы Божьей Матери. Как я уже говорила, поэт родился в двухэтажном доме, но спустя некоторое время он был перестроен и стал похож на обычные константиновские дома в три окошка на улицу. Именно об этом доме, воспоминаниях и стихотворениях Есенин будет часто писать. Однажды скажет, «Я любил этот дом деревянный, В стенах теплась грозная морщ, Наша печь как-то дико и странно Завывала дождливую ночь». Ну а приезжая из дальних путешествий, из Туркестана или Европы, подъезжая на лихой тройке к своему крыльцу, он будет писать, «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство, вспомнил я деревенскую синь. Не искал я ни славы, ни покоя, я считаю этой славой знаком. А теперь, как глаза закрою, вижу только родительский дом. Вижу сад голубых на крапах, тихо август прилег ко плетню, держит липы в зеленых лапах, птичий гомон и щебетню». Очень красивый образ, который был создан поэтом. На этой выставке всего один живописный портрет Сергея Есенина. Это одно из первых поступлений фонды нашего музея. Портрет художницы Шерлемань. По ее воспоминаниям, она маленькой девочкой, помнила Сергея Есенина. И вот таким, каким он запомнился ей во время его приезда на Кавказ, она и постаралась запечатлеть его на полотне. Очень нежный, красивый, именно русский образ Сергея Есенина. Рядом с ним по соседству вы видите вописное полотно, на котором запечатлена церковь Казанской иконы Божьей Матери. Грек крестили Сергея Есенина, венчались его родители, отпевали его дедушек и бабушек. Именно в этой церкви его посвятцам нарекли Сергеем, в честь преподобного Сергия Радонежского. Именно на эту церковь смотрели окна дома Есениных. И две последних работы, которые вы видите в этом ряду, это «Березы и голубое утро», рассказывают о красотах села Константинова. Не зря нашу местность называют страной березового сельса. Здесь действительно очень много берез, они тонкие, стройные, высокие, как свечки стоят. Ну а в золотом уборе осенью они, конечно же, особенно прекрасны. Именно из Константинова поэт и уезжает в 12-м году в Москву для того, чтобы попробовать свои силы, как талант для того, чтобы начинать печататься, публиковаться в известных московских, но впоследствии и в петербургских изданиях. В 1912 году Сергей Есенин переезжает в Москву. Первое время он живет вместе со своим отцом, который по-прежнему работает в мясной лавке «Копца Крылова». На выставке можно увидеть фотографию, на которой Сергей Есенин вместе с отцом и дядей. Сам поэт устраивается на работу в типографию товарищества Сытина. В изданиях этой типографии он впервые будет опубликован в 1914 году. Издание называлось «Смирок», а первое известное напечатанное Есениным стихотворение будет знаменитая береза. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». Я думаю, каждому известны эти строки. В ранних есенинских стихотворениях он очень много пишет о природе. Большинство стихотворений для детей, которые потом станут классикой школьной программы, были связаны именно с природной тематикой. «Сыплет черемуха снегом», «Зелень цвету и рассе» и многие-многие другие. В дальнейшем эти стихотворения будут собраны поэтам для того, чтобы быть включенными в поэтический сборник «Радуница». В 1915 году, 9 марта, поэт переезжает из Москвы в Петроград. Он считал, что именно там, в столице литературного творчества и искусства, там, где в настоящий момент живут самые известные поэты Серебряного века и может наступить расцвет его творческой деятельности. Практически с поезда он приходит в гости к Александру Александровичу Блоку и застает ему дома и поэтому оставляет записку. «Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное». В настоящий момент эта записка тоже является частью рассказа о поэте. Встреча произошла в тот же день. Поэт был очень благосклонно принят известным российским стихотворцем того времени. Блок дает ему рекомендательные письма и Есенин входит уже в русскую литературу. Знакомится с большинством поэтов того времени, получает от них их издание с дарственными надписями. Одно из них представлено на выставке. Это книга Гумилева «Чужое небо». Помимо этого Есенин и сам начинает активно выступать с чтением своих стихов. Чаще всего можно услышать, как он декламирует поэму «Русь», маковые по баске и стихотворения, которые в дальнейшем он готовится включить в свой первый сборник «Радуница». Эта книга также является центром нашей витрины. Выпущенная в 1916 году, она является первым опубликованным сборником поэта. В дальнейшем Сергей Есенин часто публикуется в известных петроградских журналах, готовит свои произведения для новой книги. Хотел опубликовать издание для детей, но все останавливает Первая мировая война, которая к 1916 году, конечно же, была в разгаре. Сергея Есенина призывают на военную службу. Он попадает в царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143. На двух фотографиях, которые являются частью выставки, его можно увидеть как среди санитаров этого поезда, так и уже служащим в лазарете номер 17, располагающемся в царском селе. Поэт несколько раз выезжает на фронт, читает стихи раненым, регистрирует их, в дальнейшем помогает в лазарете, неоднократно выступает перед членами царской фамилии. И если до момента службы в армии он несколько раз пишет о войне, то впоследствии, практически до самой своей гибели, он не будет писать об этих событиях ничего. В воеме Анны Снегин он как будто подводит итог своей службы и свои впечатления. Он будет говорить, я думаю, как прекрасна земля и на ней человек, и сколько с войной несчастных, уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямы, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек. Тогда Есенин был очень похож на красивого Леля. Он и выступал тогда в народном костюме, специально пошитом для него. У него была красивая меховая шапка-полубоярка, валенки, очень красивая поддевка синего цвета. Он сам был очень горд своим костюмом. В дальнейшем в стране наступает революция, и она меняет все, не только в жизни страны, но и в жизни самого Сергея Есенина. Он изменяет творческую манеру, меняет свой внешний вид, но, возможно, это было только взрослением поэта. Когда начинается революция и становится понятно, что основные царские войска уже не подчиняются власти, царю, Есенин самовольно покидает службу в армии, на несколько месяцев остается в Константинове. Это время, когда поэт восторженно встречает революцию, считая, что очень многое изменится с ее прихода. Землю отдадут крестьянам. Он сам в автобиографии будет подчеркивать, что я принимаю революцию, но по-своему, с крестьянским уклоном. Он считал, что это должно стать действительно значимым событием в жизни страны. И в тот момент казалось, что все изменится к лучшему. Страна была на подъеме. В Константинове также происходили революционные события. Был дом помещицы, из которого его выселяют, но вмешается Сергей Есенин, когда его захотят разрушить, и благодаря поэту дом сохранили. Он в настоящий момент является частью заповедника. Но в тот период сам Сергей Есенин, внимательно наблюдавший за революционными событиями в Константинове, видел только то, как меняется деревня. И в настоящий момент, рассматривая эти картины, мы невольно можем представить себе и впечатление молодого поэта, который видел, как потихоньку патриархальная Русь меняется, захваченная стальной конницей революционных событий, взыбливается деревня, и все меняется в жизни крестьян. Также потихоньку менялось и село Константиново. Тем не менее, дом, который приезжал Сергей Есенин, оставался на прежнем месте. Также за домом был очень красивый вишневый сад, посаженный отцом. И, как и прежде, в центре этого сада располагался небольшой амбар, куда уходил Сергей Есенин для того, чтобы работать, творить и отдыхать. Здесь он находил свое успокоение. На этой картине изображен как раз Есенинский сад. Это работа художницы Кеслер. В настоящий момент в окружении очень красивых яблонь и вишень располагается изба-времянка. Это временное жилище семьи поэта, когда в 1922 году загорает их дом. В центре нашей экспозиции располагается картина рязанского художника Анатолия Титова, на которой запечатлен амбар Есенины, самая старая постройка на усадьбе поэта. Ей уже более 100 лет. Это единственное строение, не пострадавшее ни в одном из пожаров, где так или иначе сгорали постройки семьи, дом, времянка, Рига. И в настоящий момент именно он хранит память о Сергее Есенин. Потому что он предпочитал уходить спать именно сюда. Считал, что это место, где его никто не беспокоит, где можно спокойно работать. В нем и до сих пор сохранена обстановка, которая была при жизни Сергея Есенина. Это лежанка, на которой можно было отдохнуть. Несколько ларей, сундуков, где хранились запасы одежды и продуктов питания семьи. Располагаются дорожки, небольшие домотканные, которые вели от входа до лежанки. Сейчас амбар перекрыт уже железом, хотя, конечно, при поэте он был соломенной крышей. Но самые последние изменения все-таки были сделаны еще матерью Сергея Есенина, Татьяной Федоровной Титовой. А музей-заповедник только сохраняет эту память. После революции Есенина с Петербурга перебираются в Москву. Именно здесь начинается новая страница его литературной биографии. Вместе со своими друзьями Анатолием Мариенгофом, Рюриком Ивневым и Вадимом Шершеневичем, которых можно увидеть на фотографии витрины, Сергей Есенин открывает новое литературное направление – иммажинизм. Предполагалось, что стихотворцы, которые принадлежали к этому направлению, а также художники и сотрудники театра творят красочными, яркими образами. Именно они должны были быть доминанты в их творчестве. Сергей Есенин попускает книгу «Ключи Марии», в которой пропагандирует создание ярких красочных образов. Говорит о том, что это изначально было свойственно русскому народу. Для этого приводят цитаты о создании русскими людьми украшений для дома. Это петухи на ставнях, коньки на крышах. Говорит, что только русский мужик догадался уподобить собственную избу такой колесницей и, разместив конек прямо на крыше, как будто начально устремляет ее в небо. Такая вот духовная связь русского крестьянина. Сам же Сергей Есенин также активно творит в это время. Под влиянием революции он создает почти 11 революционных поэм, которые открывалось в создании стихотворения «Товарищ», включало инонию, пришествие, преображение. Каждое из этих названий, как вы понимаете, предполагало, что страна меняется, и она будет другой, новой, лучшей. В этот период Сергей Есенин очень много пишет, используя красочные образы в поэзии. На верхней полке витрины вы сможете увидеть рукописи этого периода, поэмы «Хулиган» и, конечно же, сборники, которые были выпущены в тот момент. Их было много, мы и привезли один из многочисленных вариантов. Это «Конница буря». Это также издание иммажинистов. Самыми ценными экспонатами этой витрины, конечно же, являются личные вещи Сергея Есенина. Среди них шкатулка, которая принадлежала поэту, а в дальнейшем была подарена его литературному секретарю Галине Артуровне Бенеславской. Всем желающим, те, кто придет на нашу выставку или посмотрит ее в цифровом формате, вы сможете увидеть, что внутри шкатулки есть надпись, которая была сделана Сергеем Есениным, посвященная Галине Артуровне. Она шутливая, но, тем не менее, выполнена рукой Сергея Есенина. Помимо этого, на выставке также представлены вещи, которые он носил. Это шарф и шляпа-котелок, приобретенные поэтом во время заграничной поездки. Она началась в 1922 году после свадьбы Сергея Есенина и Асидоры Дункан. На выставке также представлены фотографии, сделанные в день свадьбы, на которой не только Сергей и Асидора, но и также приемная дочь Дункан Ирма. С 10 мая начинается большое заграничное турне Сергея Есенина. Он побывает в Германии, Франции, Бельгии, Англии. Большинство городов принимало его как известного поэта. Во многих были русские эмигранты. И поэтому Сергей Есенин часто давал концерты, конечно, рассказывая иногда и о советской действительности, что вызывало бурное негодование белых эмигрантов. Но, конечно же, тем не менее, вот эта любовь поэта к родине все равно вызывала восторг, потому что только Есенин с таким чувством, с такой силой, любивший свою родину, конечно же, никого не оставлял равнодушным. Так, например, встречаясь с поэтами, которые в тот момент жили за рубежом, и писателями, среди которых был, например, Максим Горький. В одной из встреч Есенин будет читать свою песню о собаке и отрывок из поэма Пугачёв. Горький потом будет вспоминать, что Есенин то шумел, то клокотал, то шептал. Действительно казалось, что ты вот сейчас находишься в Оренбургских степях и проходишь этот путь вслед за Емельяном Пугачёва. Он вспоминал о том, что таких эмоций, наверное, не вызывал у него ни один из поэтов. И когда Есенин заканчивает свою читку песню о собаке, Горький напишет. Золновал он меня до спазма в горле, рыдать хотелось. Вот такое впечатление производил Сергей Есенин. Тогда же, во время заграничной поездки, он опубликует несколько рукописей своей поэмы Пугачёв. Сейчас её можно также видеть в витрине. Издаст несколько книг, включая сборник стихов и поэм. И, конечно же, будет с удовольствием смотреть достопримечательности городов Европы и Америки, получать документы для того, чтобы переехать с одной страны в другую. Несколько документов в настоящий момент также являются частью нашей выставки. Так как путешествие проходило вместе с Эссидорой Дункан, мы, конечно, не могли оставить её личность без внимания. И также привезли один из предметов, принадлежавших Эссидоре. Это такой вот театральный бубен. К сожалению, нам неизвестно, выступала ли она с ним. Он был подарен Эссидоре Дункан с сёстром Сергея Есенина, Екатерине и Александре. Поездки видны на фотографиях, видны прибытие в Нью-Йорк Сергея Есенина и Эссидоре на теплоходе Париж. Его впечатления об Америке того периода, которые были составлены в публицистический очерк «Железный мир», который он также представлен в экспозиции. Ессидор был поражён индустриальной мощью Америки, был под большим впечатлением. Но, тем не менее, к сожалению, сам будет говорить о некой бездуховности американских жителей, которые утратили вот эту связь с родной землёй, с отчизной, обратившись к металлу, к скорости, к технике, что очень угнетало Сергея Есенина. И он, как сам писал, что, пожалуй, предпочтёт нашу серость, которая давала Достоевских и Толстых, нежели вот этой индустриальной мощи американской страны, которая, к сожалению, постепенно уничтожает это духовное наследие и культуру государства. В августе 1923 года Сергей Есенин возвращается обратно на родину. Он привозит с собой небольшое количество стихотворений, написанных за границей. К сожалению, творчество его было в тот момент очень сковано невозможностью прикоснуться к родине. И поэтому Есенин пишет всего лишь небольшой цикл стихотворений, который в дальнейшем помещает в книгу «Москва Кабацкая». Одно из этих стихотворений в рукописном виде в настоящий момент представлено в экспозиции. Ну а Есенина встречает «Русская осень». На этой картине как раз можно увидеть уже сжатые поля и невольно вспоминается стихотворение, которое послужило основой для создания этой картины. Невы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость. Действительно, такой начиналась осень 1923 года. Сергей Есенин готовит к публикации книгу «Москва Кабацкая». После долгого отсутствия на родине он с удовольствием возвращается в Константиново. Но, к сожалению, пейзаж там, помимо осеннего, поражает своей трагичностью еще и в том, что в 1922 году сгорает Есенинский дом. Семья живет в очень маленькой избушке-времянке. Есенин, который после долгого отсутствия приезжает в Константиново и вместо родного дома видит пепелище, фактически голое место. Несмотря на весь драматизм ситуации, что он сам будет писать нездоровая, хилая, низкая, водянистая, серая гладь – это все мне родное и близкое, чего так легко зарыдать. Тем не менее, он будет рад вернуться на родину до радости и до боли, как писала сестра поэта. Потихоньку начинает давать средства на восстановление дома и видит Константинова, начинает вновь писать, работать, сочинять свои произведения. В последней части выставки мы с вами можем видеть Константинова, таким, каким оно было в тот период, на полотнах воронежских и рязанских художников. Мы видим и дом последней помещицы села Константинова, Лидии Ивановны Кашиной. В тот момент она уже не живет в селе, она будет вынуждена уехать после революции, но, тем не менее, дом уцелел, сохранился благодаря Сергею Есенину, который в момент, когда его хотели разрушить, на Крестьянском Сходе выступит и скажет, что необходимо сохранить этот дом, ведь он и самим пригодиться может. Сейчас ему уже более 100 лет, он старше, чем Есенинский амбар и является памятником архитектуры конца 19-го, начала 20-го века. В конце своей жизни, в 24-25 году, Сергей Есенин совершит одну из своих последних поездок в Закавказские республики Азербайджан и Грузию. Последняя поездка Сергея Есенина в 24-25 годах будет путешествие на Кавказ. Это Закавказские республики Азербайджан и Грузия. Именно этим событием и будет посвящена последняя витрина. В ней можно увидеть работы художника Епифанова, на которых запечатлено местечко Мордокяны. Оно располагается под Баку, где Сергей Есенин провел несколько месяцев, работая над стихотворениями, вошедшими в цикл «Персидские мотивы». Это был период, как он сам признавался, когда пишется так много и легко всего один раз. Он действительно очень много работал. Практически за короткий период создаст около сотни самых разных произведений, от стихотворений до маленьких поэм и крупного произведения Анны Снегиной. В настоящий момент в витрине можно видеть рукописи стихотворений, над которыми работал поэт, а также прижизненный сборник Сергея Есенина «Персидские мотивы». Он находится в самом центре. Также здесь расположены еще две книги, выпущенные Сергеем Есениным в 25-м году. Это «Страна советская» и «Книга березово-сидец». О том, какой была атмосфера в тот момент в Грузии, в Азербайджане, насколько она была одухотворенной, насколько она была необычной для человека средней полосы, напоминает нам музыкальный инструмент тар, который был привезен из Азербайджана, как напоминание о том, что видел там поэт. Помимо этого Сергей Есенин в 25-м году начинает готовить полное собрание стихотворений. Он очень беспокоился, что если что-то случится, все может пойти не так, как он задумал. Собрание стихотворений предполагалось в трех томах. Первый был посвящен стихотворениям, вторым маленьким поэмам, и третий должен включать был крупные произведения, такие как поэмы Пугачев, Анна Снегина и «Черный человек», над которой поэт работал также в 25-м году. К сожалению, до своей смерти Сергей Есенин не успевает закончить этот труд, и собрание стихотворений выходит уже без него в 26-м году в траурной рамке. Одно из изданий представлено в настоящий момент в нашей экспозиции. На нижней полке представлены и рукописи стихотворений, созданных в 25-м году. «Какая ночь? Я не могу». «Я иду долиной на затылке кепи» и многие другие. Также здесь представлены фотографии последних лет жизни Сергея Есенина, на которых он запечатлен вместе со своей сестрой Екатериной, вместе с сестрами и последней женой Софьей Андреевной Толстой. И также фотография, которая была сделана в 1924 году, фото от Илье Напельбаума. Одна из самых известных и самых драматических фотографий Сергея Есенина. Завершает выставку, конечно же, его собрание сочинений, выпущенное в 26-м году, о котором я уже говорила. Рядом с ним лежит предисловие, в котором поэт описывает, что бы он хотел видеть в этом собрании сочинений, насколько оно важно для него. Это действительно эпилог жизни поэта, но в то же время это его начало новой жизни, уже как лирика, вошедшего в классику русской литературы, в школьную программу и в сердца многих людей. Ведь в настоящий момент Есенин является одним из переводимых поэтов. Его стихи известны более чем на 150 языках мира. В Константиново приезжают почитатели его таланта. Но если у вас не получится хотя бы когда-нибудь приехать к нам, мы будем очень рады увидеть вас здесь, в Магаданском областном краеведческом музее.